Корабли И пройдет и полгода И я появлюсь, Чтобы снова уйти, Чтобы снова уйти На полгода, И пройдет и полгода И я появлюсь, Чтобы снова уйти, Что вы снова уйти на полгода? Кто захочет в беде оставаться один? Кто захочет уйти, зову сердца не внемля, Но спускаемся мы. Кто на код, кто совсем, что же делать и боги? Мы спускались на землю, но спускаемся мы. Кто на код, кто совсем, что же делать и боги? Спускались на землю, так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал, лучший гор могут быть, Доли которой, на которых еще не бывал, На которых еще не бывал. Вот, я хотел вам сегодня... Здравствуйте, во-первых. Я не случайно смешал эти две песни. Это две разные песни, которые сегодня, в этот день, Памяти Высоцкого, который празднуется по всей стране, Отмечается по всей стране. А я уже много раз, выступая в этот день, Говорил, что почему-то у нашего народа повелось, Что день памяти становится днем празднования, И люди собираются везти во всех городах. Вот с сегодняшнего дня, начиная фактически, Везде, и мы с вами тоже здесь собрались, Собственно говоря, вот, в связи с тем, Что Высоцкий поэт, композитор и великий человек В этот, не в этот день, 25-го числа, Будут везде отмечать день его памяти. А мы начнем с вами сегодня. Почему смешал две песни, объясню очень просто. Вот, это одна песня про корабли, которые вернутся и всегда возвращаются, Это касается Высоцкого. А вторая песня о горах, Которая тоже из первого кинофильма, где он снимался. А эти две песни написаны на одну и ту же мелодию. Вот, и когда Высоцкого спрашивали, А почему, простите, Вы написали две песни на одну мелодию? Он отвечал, что, ну, во-первых, я хозяин-барин, Что хочу, то и делаю. Ну, я не в этом смысле, Я хотел Вам просто, чтобы Вы познакомились сразу с двумя. А теперь, чтобы нам с Вами познакомиться поближе, Я хочу, чтобы возникла та самая непринужденная атмосфера, Где Высоцкий любил бывать часто. И он, приходя, говорил всегда, Давайте просто посмотрим тут руку в глаза, Поговорим о том, что волнует Вас, Волнует меня в данный момент. А я, как исполнитель его песен, И я считаю, что в этих песнях и по наше время Сохранились нужные и важные вещи для наших душ. В общем-то, поэтому Песня Парус А у дельфина Спорта брюка Винтом Выстрелов в спину Не ожидает Никто на батарее Нету снаряду уже Надо быстрее На дираже Парус Парвали Парус Парус Даже в дозоре Можешь не встретить врага, Это не горе Если болит, нога петли тверные Ногим скрипят, ногим поют Кто вы такие? Вас здесь не ждут Но парус, порвали парус Каюсь, каюсь, каюсь Каюсь, каюсь, каюсь Многие лето Всем, кто поет во сне все части света Могут гореть в огне все континенты Могут лежать на дне Только все это не по мне парус Порвали парус Каюсь, каюсь, каюсь Каюсь, каюсь, каюсь Хотел с таким криком, можно так сказать Если крик является необходимой частью продолжения нашей души То мы кричим, мы все живые, мы все люди И пожалуйста, вы можете тоже кричать, если захочется Так что, значит, чтобы перейти к дальнейшему вашему вечеру Я просто предполагаю так Все равно так или иначе мы с вами будем общаться с тем, что вы можете мне говорить Если вам что-то захочется услышать Из вашего любимого или что-то знакомое вашему Обязательно Обязательно в порядке говорить мне хорошо Я буду очень рад Я буду продолжать походу Что? Давайте познакомимся Меня зовут Андрей Барбашов Я актер из Ярославля И я являюсь исполнителем песен Высоцкого уже 16 лет Исполнять, конечно, Высоцкого я начал гораздо раньше Вот, но дело в том, что 16 лет я посвятил сейчас этим песням С разным, как бы, упором на то, что эти песни Являются еще и необходимым наследием наших детей У меня шестеро детей, я им даю наследие, правильно? И вашим детям также Я подумал так И получилось-то так Потому что в конечном итоге и мои дети тоже И ваши, я надеюсь, тоже И внуки уже будут слушать И спрашивать А папа или дедушка, а что это за песня? И я недавно услышал результат этого действия Такой Мне ответили вот как Не мне, вернее, а люди, которые приходят послушать На выступлении не только памяти Высоцкого Я иногда выступаю тематические такие вечера Которые, например, называются Тот, который не стрелял Целый вечер исполняются песни о том Как человек может нарушить все ради жизни другого человека Таких песен у Высоцкого хватает Вот И вот на одном из вечеров Человек, который, значит, совершенно, как бы, отдаленно Был, видимо, знаком с некоторыми песнями А знал только основные песни Значит, вот корабли И парус И еще одну песню он называл Ну, неважно Главное, сейчас вам скажу вот что С ним был маленький сынок Вот Этот сынок спросил у папа А скажи мне, пожалуйста Вот дядя вот поет А что это за песни такие? И этот 30-летний человек сказал ему Что это, сынок, понимаешь Был такой поэт Который писал стихи и песни для нас Которые оживляют наши души Мне это понравилось Потому что, в принципе, почти так и работает Ну, я не хочу сейчас Я думаю, мы собрались здесь именно потому Потому что живые души приходят сами И мы можем, как бы, подхватив вот это Чтобы не усиливать сейчас давление Спеть песню, которую я предлагаю просто от себя Знаете, есть такой сказочный формат этих песен Он замечательный Почему я песню сейчас? Поймете Песня о любви Песня о любви в каменном веке А ну, дай мой каменный топор И шкур моих набедренных не тронь Молчи, не вижу я тебя в упор Сиди он и поддерживай огонь Выгадывать не смей на мелочах Не обошляй семейный наш уклад Не убранный пещер и очаг Разбалывай ты, матриархат Придержи свое мнение Я глава и мужчина Я соблюдаю отношения Первопытно общинные Я Там, мамон, дубью подымут вой Начнут добычу поровну делить Я ж не могу весь вверх сидеть с тобой Мне надо хоть кого-нибудь убить Старейшины сейчас придут ко мне Смотри, еще не выйди голой к ним Для каменной достать камней Мне стыдно перед племенем моим Пять бы жен мне, наверное Знаете, все всегда бывают очень странные Потому что, особенно в последние годы Говорят очень тяжело обо всем этом На самом деле, я считаю, что Наследие, оставленное Высоцким Нужно рассматривать как светлое О хорошем В нашем И о лучшем людях Вот что он говорил О нас О каждом И о себе Поэтому, в принципе, я всегда Когда пою такие песни Он сейчас В коне Некоторые считают, что это Поминально-провожальная песня Я считаю, что это песня судьбы Вот Но это ни в коем случае не означает Ничего такого Потому что Высоцкий Преспокойно брал И тут же говорил Ну что же вы такие усталые Давайте споем что-нибудь Повеселее, ладно? А повеселее-то Я сейчас взорвусь Как три стон тродила Во мне заряд Нетворческого зла Меня сегодня Муза посетила Посетила Немного посетила И ушла У не имели Светские причины Я не имею права На нытье Но Вы представьте Музы ночевого мужчины Бог весть, что люди Скажут про нее И все же мне Тосадно-одиноко Ведь эта муза Люди подтвердят Засиживалась Сутками у блока У Пушкина Жела, не выходя И бросился К столу Я с нетерпением Ну, Господи Помилуй, спаси Она ушла Исчезло вдохновение И три рубля Должно быть На такси Я убежен Замечусь Как зверь по дому Но Бог с ней С музой Я ее простил Она ушла Кому-нибудь другому Я, видно, ее плохо Угостил Огромный торт Утыканный свечами Засох от горь Да я ищах С соседями Я топил И с друзьями Для музы Приготовленный коньяк Прошли года Как люди В черном спицке Все в прошлом Я зеваю от тоски Она ушла Безмолвно По-английски Но от нее Остались две строки Вот две строки Я гений Брось сомнения Даешь с восторги Лавры и цветы Вот две строки Я помню это чудное мгновенье Когда передо мной Явилась ты Я помню это чудное мгновенье Когда передо мной Явилась ты Ну и не осталась она Без ответов Потому что Вот Знаменитая песня Диалог у телевизора Ой, Вань Смотри, какие клоуны Рот хоть завязочки пришель Ой, ты чего Они размалеванные А голос Как волка шеет А то это похоже Ну правда, Вань На шурень такая Ну нет, ты глянь Нет, нет, ты глянь Я прав, Вань Послушай, Зин Не трогай шурена Какой не есть А вон родня Само намазанно Прокурена Гляди Дождейся у меня А чем болтать Взяла бы, Зин Контракт сходила в магазин Что не пойдешь Да, но я один Подвинься, Зин Ой, Вань Гляди Какие карлики В черщи Одет не в шевье На нашей пятой Швейной фабрике Такой вряд ли Кто пошьет А у тебя Ей-богу, Вань Ну все друзья Такая рвай И пьют всегда В такую рань Такую тряль Мои друзья Хоть не в баллоне Зато не тащите С семьи А гады спьют Из экономии Хоть поутруды На своей А у тебя Самой-то, Зин В семидесятом Был хрусин Обидеть норовишь Тут садим Так на кувыркалище Придешь домой Там ты сидишь Ну и меня, конечно, Зин Все время тянет в магазин А там, друзья Ведь я ж Зин Не пью один О-о-о, однако же гимнасточка Глянь, что творить Хотя в летах У нас в кофе-молочном Ласточка Официантка Может так А у тебя Подруги, Зин Все вяжут шапочки для Зин От тех нескучных Абразин Турезин Как Валь Валь Олег Федосеев Кассирша Из ЦБКО Ну, который Приставал на новоселье Ничего не помнишь, нет? А надо Очень ничего А тем ругаться Лучше, Валь Поедем в отпуск В Киривай Ну что, отстань Опять отстань Обидно Валь Ну, я понимаю И в довершение Того, что я хотел сказать Про веселую ноту Высоцкого Которую он всегда Направлял к людям В первую очередь И тем, кому И всем Когда приходил в зал Он всегда говорил В первую очередь Меня волнуют Ваши улыбки Вот И, конечно В первую очередь Он пел такие песни Понимаете Я выходил сейчас Вот Одну из таких песен Вот Только Не думайте Что я Хочу Сказать Поскольку сейчас Запреты пошли Опять везде Курить И алкоголь Избращенный В общем-то Фактически Песня антиалкогольная Называется В виде антиалкогольной Она проходит часто И Песня антиалкогольная Песня антиалкогольная И с первой нам сказал Сказать семья и школа Что жизнь Сама таких Накажет строг Правильно? Вот тут мы согласны Скажи Серега Он Серега Сейчас Протрезвеет Он проснется Утром Скажет Пусть жизнь Насует Пусть жизнь Накажет А вы отпустите Вам же Легше будет Да чё с нами Возиться Сколь жизнь Осудит Вы не глядите Что Сережа Все кивает Он Соображает Он даже Все понимает А что Вот он Мучит Так это От волнения От осознания Так сказать И просветления Нет Не забирайте Люди Плачут Дома Детки Им уже В химки А мне У нас Медведки Ай Все равно Автобусы Не ходят Метро Закрыто Такси Не сонят Но приятно Все-таки Что нас тут Уважают Гляди Подвозят Слышь Серег Гляди Сажают Разбудит Утром Не петух Проку Карекал Сержант Подыми Как Человеков Нас Чуть Не с музыкой Проводит Как Проспимся Я Рубь Заносил Слышь Серег А Похмелимся И все же Брат Трудно У нас Дрога Эх Бедолага Ну спи Серега Ну я думаю Серега уснул В этом случае Потому что В принципе Он хорошо Ему сказал Нам бы Кто-нибудь Так помогал Не хватает В жизни Поддержки И плеча Поэтому Сейчас Хотя Обещал вам Веселые песни Споем Песню про войну Она вас сильнее Нагрузит Она хорошая Почему Все не так Вроде Все как всегда То же небо Опять голубое Тот же лес Тот же воздух И та же вода Только он Не вернулся Из боя Тот же лес Тот же воздух И та же вода Только он Не вернулся Из боя Мне теперь Не понять Кто же Прав был из нас В наших спорах Бесна и покоя Мне не стало Хватать его Только сейчас Когда он Не вернулся Из боя Мне не стало Хватать его Только сейчас Когда он Не вернулся Из боя Он молчал Не в попад И не в такт Подпевал Он всегда Говорил Про другое Он мне Спать не давал Он с восходом Он вставал, а вчера не вернулся из боя Он мне спать не давал, он с восходом Вставал, а вчера не вернулся из боя Нынче вырвалась, будто из плена весна По ошибке окликнул его я Друг оставь покурить, а в ответ тишина Он вчера не вернулся из боя Друг оставь покурить, а в ответ тишина Он вчера не вернулся из боя Наши мертвые нас не оставят в беде Наши бомжи, как часовые Отражается небо в лесу, как в воде И деревья стоят голубые Отражается небо в лесу, как в воде И деревья стоят голубые Нам места в землянке хватало вполне Нам и время тепло для боя Все, теперь одному Только кажется мне Это я не вернулся из боя Все, теперь одному Только кажется мне Это я не вернулся из боя Это я не вернулся из боя Это я не вернулся из боя Что? Нет просьбы, еще не появились, нет? В случае без старания Я понял, хорошо Ну, знаете, военная тема Просто великая тема В данном случае Я вам сейчас спою Вы поймете, почему Я, как истребитель Мотор мой свинь Небо Моя обитель А тот, который По мне сидит Считает, что он Истребитель В этом бою Но юнкер сбит Я сделал с ним, что хотел А тот, который По мне сидит Изрядно мне надоел Я в прошлом бою На вылет прожит Меня механик заштопал А тот, который По мне сидит Опять заставляет Штопор Из бомбардировщика Бомбонесет Смерть Аэродром А кажется Стабилизатор Поет Мир Вашему дому Мир Вашему дому Вот сзади Заходит Ко мне Мистер Шпит Уйду Я устал от ран А тот, который По мне сидит Я вижу Решил на таран Что делает он Вот здесь отлудит взрыв Но мне не гореть На песке Запреты скорости Все перекрыв Я выхожу Из пике Я главный А сзади Ну, чтоб я сгорел Где шон Мой ведомый Вот он же примился Кивнул и запел Мир Вашему дому И тот Который в моем черепе Остался один И в лифт Меня в заблужденье Он вел И в беге Прямо из мертвой Петли Он рвет на себя И нагрузки в войне Эх, кто же мне Летчик ас Но снова Приходится Слушаться мне И это в последний раз Я больше Не буду покорным Клянусь Уж лучший коллег На земле Ну, что ж он Не слышит Так бесится Пульс, бензин Моя кровь На нуле Терпенью машины Бывает предел И время его И стекло И тот, который По мне сидел Трукнулся лицам В стекло Убить Наконец-то Лечу на ихке Последний Силышку Ну, что это что Я в глубоком Питере Уйти Никак не могу Красно Что сам Я немного успел Но пусть Повезет Другому Выходит я Напоследок Спел Мир Мир вашему дому Мир Вашему дому Сегодня любви Это хорошо Замечательно О любви Вообще надо чаще Говорить и петь Ее стало не хватать В мире Надо сделать так Чтобы ее стало больше Поэтому Поем такие песни Которые нам Навивают Любовь И которые заставляют Нас больше Думать об этом Замечательные песни О связи Любви И времени Это все песни Высоцкого Я пою известные песни В свое время Замок временем срыт Укутан, укрыт В нежный плед Из зеленых побегов Но развяжет язык Молчаливый гранит И холодное прошлое Заговорит о походах В боях И победах Время этих памяти Не стерло Нужно просто Поднять верхний пласт Или взять его Крепче за горло И оно своей тайны Отдаст Упадут Упадут Сто замков И спадут Сто оков И сойдут Сто ботов С целых груды веков И прольются легенды Из сотен стихов Про турниры Осады Провольных стрелков Ты к знакомым Победившим Победившим Сдаваясь На милость Но не все Оставаясь живыми В доброте Захранили сердца Защитив свое доброе имя От завета мы уши Под лица Хорошо Если конь Закусил Кила И рука На копье Поудобнее Легла Хорошо Если знаешь Откуда стрела Хуже Если По-подлому Из-за угла Как у вас Негодяи Бьют Бодилом Ведьмы Вас Не пугают Шабашем Но не правда ли Зло Называется Злом Даже здесь В добром Будущем Вашем И во веки Веков И во все времена Трус Предатель Всегда Презираем Враг Есть враг И война Все равно Есть война И темница Тесна И свобода Одна И всегда На нее Уповаем Время И этих Поняти Не стерла Оторвать От него Верхний Пласт И дымящийся Кровью Из горла Чувства Вечные Хлынут На вас Ныне Ныне Призна Во веки Веков Старина И цена Есть цена И вина Есть вина И всегда Хорошо Если честь Спасена Если другом Надежно Прикрыта Спина Чистоту Простоту Мы у древних Берем Саги Сказки Из прошлого Тащим Потому что Добро Остается Добром В прошлом Будущем И настоящем Хорошо Вот спасибо Мне просто Гораздо Приятнее Конечно Когда Вот возникает Такой И такой Вопрос Потому что Дело в том Что Гораздо лучше Общаться Обою Досторонне Поверьте Дело в том Что с одной стороны Когда стоит человек И существует Какая-то там Перегородка То в принципе Ничего не получается Поверьте И проходит Много времени Пока к этому Снова возвращаешься Привыкаешь Сейчас в принципе Это почти отсутствует В выступлениях Других Таких Новых артистов Скажем так Это не совсем правильно Потому что Кричать со сцены Я люблю вас Это мало Надо чтобы Из зала кричали Мы любим тебя Понимаете Разные такие Детали А то Да Слушай Проскалы 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 Хорошо Я по порядку Ладно Пойду Я не люблю Фатального исхода От жизни Никогда не устаю Я не люблю Любое время года Когда веселых песен не пою Я не люблю Холодного цинизма Восторженность Когда все время Христа Я не люблю Я люблю себя Когда я трушу Досадно мне Когда невинных бьют Я не люблю Когда мне лезут в душу Тем более Когда в нее плюют Я не люблю Манежи и арены На них Миллион Миллион Меня порублю Пусть впереди Большие перемены Это никогда Не полюблю Пусть впереди Большие перемены Это никогда Не полюблю Я не люблю Я не меняюсь Понимаете сгадали Вот так она осталась Вот Вы не смотрите Что я задеваю микрофон Я просто их Почти не замечаю Когда пою Вот такие песни Эти песни Позволяют Многое рассказать Ну и многое Как бы Смому почувствовать И понять Так что Я тоже участвую Вместе с вами В этом процессе Я не пою Я кобру заклинаю Вот Просто Нежная правда В красивых одеждах Харила Принадившись Для сирых Блаженных коллег Грубый ложь Эту правду К себе Замонила Мало Оставайся-ка ты У меня На ночле И легковярная Правда Спокойно Уснула Слюни пустила И разулыбалась Во сне Грязная Ложь на себя Олеялась Стену Ула В правду Впилась И осталась Довольно Вполне И поднялась И скроила И рожу Бульдогу Шью Баба Как баба И что Ее ради Ради Разницы Нет Никакой Между Правдой И ложью Если Конечно И ту И другую Разделить Выплела Ловко И скос Золотистые Ленты И прихватила Одежды Примерив На глаз Деньги В силой Часы И еще Документы Плюнула Грязно Ругнулась И вон Подалась Только К утру Обнаружила Правда Пропажу И Поделилась Себя Глядев Деловок Кто Туже Раздобыл Где-то Черную Сажу Вывоз Зал Чистую Правду А так Ничего Правда Смеялась Когда В нее Камни Бросали Ложь Это Все Она Лжи О деянии Мое Двое Блаженных Коллег Протокол Составляли И Обзывали Дурными Словами Ее Стервы Ругали Ее И Похуже Чем Стервы Мазали Глины Спустили Дворога Пса Духу Чтоб Не Бало На Километр Сто Первый Высеть Выгнать За Двадцать Четыре Часа Голая Правда Божилась Божилась Клялась И Рытала Долго Болела Скиталась Нужталась В деньгах Грязная Ложь Чистокровная Лошадь Украла И Ускакала На Длинных И Тонких Ногах Некий Чудак И Поныне За Правду Воюр Правда В речах Его Правды Наломанный Грош Он Говорит Чистой Правды За Временем Высторжествует Если Проделает То же Что Явный Ложь Часто Разлив По Сто Семьдесят Граммов На Брата Даже Не Знаешь Куда На Ночлег Попадешь Могут Раздеть Это Чистой Правда Ребята Глядя Штаны Твои Носит Коварный Ложь Глядь На Часы Твои Смотрит Коварный Ложь Глядя Конем Твоим Правит Коварная Ложь Правда Легко Уживаться С заведомой Ложью Правда Колола Глаза И Намаялись С ней Вот Из Китая Цепетная По Бездоровью По Наготе По Своей Избегая Людей По Наготе По Своей Избегая Людей По Наготе По Своей Избегая Людей И Вправо Скажу вам Что последний Куплет Это не я Придумал Этот Куплет Написал Сам Владимир Высоцкий Он Просто Не был Звучен Те Кто его Знают Знаете Да 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 Я Думаю 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 Хруст А давайте Наоборот Знаете Я Вам Хочу Сказать Большое Спасибо За то Что Вы Подошли Благодарю Вас Ну Тема Актуальна Я думаю Нейтральная Полоса Или Нейтральная Территория Я встречал Людей Которые Пытались Даже Танцевать Под Эту Песню Вот Но Я Все Время Останавливал Говорил Вы Почему Танцуете Товарищ Они Говорят Ну Вроде Как Ритмы И Веселые Песни Я Говорю А там Людей Убили Они Говорят Как Я Говорят Послушайте Песню Там Погибли Люди Они А А мы Думали Что Они Просто Уснули Понимаете Получается Такая История На границе С Турцией Или С Пакистаном Полоза Нейтральная Справа Где Кусты Наши Пограничники С нашим Капитаном А на Левой стороне Их Нейпосты А на Нейтральной Полозе Цветы Необычай Красоты Капитанова Невеста Жить Решила Вместе Прикатила Говорит Милый Тут Еще Да Надо Хоть Букет Цветов Подарить Невесте Что За Свадьбу Без Цветов Пьянка Да И Все Она Нейтральной Полозе Цветы Необычайной Красоты А К Ихнему Начальнику Точно По Поездке Тоже Баба Прикатила Налетела Блаш И Тоже Милый Говорит Только По-турецки Будет Свадьбу Говорит Свадьба И Шабаша На Нейтральной Полосе Цветы Необычайной Красоты Наши Пограничники Храбрые Ребята Двое Вызвались Идти С ними Капитан Разве Знать Они Необычайной Необычайной Красоты Необычайной Красоты Спит Капитан И Ему Снится Что Открыли Границы Как Ворота В Кремле Ему Ведь Нафиг Не Нужна Была Чужая За Границей Он Пройдется Хотел По Ничейной Земле Почему Ж Нельзя Ведь Земля Это Ничья Ведь Она Нейтральная Она Нейтральной Полосе Цветы Необычайной Красоты Она Нейтральной Полосе Цветы Необычайной Красоты Вот такая вот Ну они перестали танцевать Я думаю, что Больше не танцуют Не совсем вернее не танцуют Они танцуют по другие песни Есть такие специальные песни Где Куплет повторяется По многу раз Один и тот же И ритм простой Там-пам-пам Там-пам-пам Ну это танцует Нормальная музыка Подходящая А в песнях Высоцкого Не существует Такого ритма Где можно танцевать Хотя он часто писал Под вальсом ритм Меня просили Песню про горы Я хочу Сейчас Как воспоминания Как о чем-то вам неизвестном Песню Которую вы наверняка Не знаете Просто она Выпала оттуда И не стала нигде Исполняться больше Один раз Исполнялась Она тоже О горах Ты идешь По кромке Летника Взгляд не отрывает Выдыхая Снежные лавины Я не с тебя Не сводит глаз Будто бы тебе Покой обещан Предостерегая Всякий раз Камнепадом Я скалом трещин Если ты По помощи Просил Сгонки мэха Отзывали скалы Ветер по ущельям Разносил Эхо гор Как радиосигналы И когда Шел бой За перевал Чтобы не был Ты врагом Замечен Каждый камень Грудью прикрывал Скалы Мы сами Подставляли Плечи Ложь Что умный В горы Не пойдет Ты пошел Ты не поверил Слухам И мягчал Гранит И таял лед И туман Тебе Сделился Пухом Если Вечный снег Навеки ты Ляжешь Над тобою Как над близким Наклонятся Горные Хребты Самым прочным В мире обелиском Ты идешь По громке Ледника Взгляд Не отрывая От вершины Горы спят Вдыхая Облака Выдыхая Снежные Лавины Выдыхая Снежные Лавины Выдыхая Снежные Лавины Горы помогают В данном случае Из горных песен Я все-таки продолжу И спою эту песню Которую и начал Если вы не против Хорошо? Хорошо? В суету городу И в потоке машин Возвращаемся мы Просто некуда деться И спускаемся вниз С покоренных вершин Оставлю я в горах Оставлю я в горах Своё сердце И спускаемся вниз С покоренных вершин Оставлю я в горах Оставлю я в горах Своё сердце Так оставьте Ненужные споры Я себе уже Всё доказал Лучший гор Могут быть Только горы На которых Ещё не бывал На которых Ещё Не бывал Кто захочет В беде Оставаться один Кто захочет Уйти Зову сердца Не вневля Но спускаемся мы Кто на год Кто совсем Что же делать И боги Спускались На землю Но спускаемся мы Кто на год Кто совсем Что же делать И боги Спускались На землю Так оставьте Ненужные споры Я себе уже Всё доказал Лучший гор Могут быть Только горы Ненужные споры На которых Ещё Не бывал На которых Ещё Не бывал Сколько слов И надежд Сколько Песен И тем Горы Будет у нас И зовут Нас Остаться Но спускаемся мы Кто на год Кто совсем Потому что всегда Потому что всегда Мы должны Возвращаться А спускаемся мы, кто на год, кто совсем Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться Так оставьте ненужные споры, я себе уже все догадал Лучшие город могут быть толькоторы, на которых еще не бывал На которых никто не бывал Да, слушаю вас А можно вернуться на такие веселые песни? Я думаю так Ждайте до удачи Я думаю так Так Хорошо, замечательно, почему Это же ваше настроение, я, собственно говоря Хотел бы вообще-то отталкиваться от вас Потому что я вам тысячу раз говорю Просто выйти и толкнуть песни, это одно А как-то вот чтобы... Какой? Мамочка, угромочек рикет А, да нет, нет, не в этом смысле Я хотел бы знать все-таки ваше желание Потому что сейчас время такое Очень скрывают люди свои желания, они говорят об этом вслух Я вот поэтому кричать не надо за всем Это неприемлемо, да? Дорогая передача Все измены заплел И канадчиковы власти колют Нам Второй укол Уважаемый редактор Может, лучше приятно Ну, про любимый лунный трактор Ведь нельзя же год подряд То тарелками пугают Дескать, подлые летают То у вас собаки лагают То у вас руины говорят Мы ковчок хоть на тарели Мы тарелки пьем весь год Мы на них уж собаку съели Если повар нам не врет А медикаментов груды Нам унитаз будет дурак Вот это жизни вдруг пермуды Вот те раз Нельзя же так Мы не сделали скандал Нам вождя не доставало Настоящих буйных мало Вот и нету божаков Но на происки и бредни Все эти есть у нас и бредни И испортят нам опять Незлые происки врагов Это их худые черти Пермудят воду в груду Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году Мы про взрывы, про пожары Сочиняли ноту таз Тут примчались санитары И зафиксировали нас Тех, кто был особо боев Прикрутили их спинкам коек Бился в пене броноек Как ведьмак на шабаше А развяжите полотенцы Грите на веру изуверции Нам пермудран на сердце И пермудна на душе Сорок душ посменно воют Раскалились до вела О, как сильно беспокоят Треугольные дела Все почти с ума слифтолись Да, что безумен был И тогда хлофрась Мархулис Телевизор запретил Вон он змей в окне маячий За спиной штепсель прячет Подал знак кому-то Значит, фельдшер выбит провода И нам осталось у колодца И упасть на дно колодца И там пропасть на дне колодца Дермудна навсегда Но завтра спросят дети Намещая нас с утра Папы, что сказали Эти кандидаты в доктора Мы откроем нашим чадам Правду, им не все равно Удивительные рядом Но оно запрещено Он дантист На дом не крутит Моё приёмник хрунтик Оно ночами крутит Ловит контраферье Он там был купцом По шмуткам И подвинулся рассудком К нам попал волнение жутком Со стрелочным желудком И с номерочком На ноге Он прибежал Сволнован Крайней сообщением Нас потряс Будто наш научный лайнер В треугольнике погляд Скинул топливо и стратив Весь распался на куски Но двух безумных Нашим братьев Подобрали Рыбаки Те, кто выжил в катаклизме Прибывают в пессимизме Их вчера в стеклянные призмы К нам в больнице привезли А один из них, механик Рассказал, сбежав от нянек Что Бермудский многокранник Незакрытый пуп земли Кто там был, как ты спасся Каждый лес и приставал Но механик только трясся И ищи на реки стрелял Он то плакал, то смеялся Той щетинец, как ёжик Да он над нами издевался На сумасшедший Что возьмёшь? Слился бывший алкоголик Матер-жинник и крамольник Говорит, надо выпить треугольник На троих хватаешь Проражёв так и сыпить Треугольник будет Выпить, будь он пролепит Будь он в круг Гедрёна ваш Больно бьют по нашим душам Голоса за тысячи миль Зря Америку не глушим Эх, зря не даем Израиль Всей своей враждебной сутью Утрывает и вредят Поиск кормит нас пермутью Про таинственный квадрат Лектора из передачи Те, кто так или иначе Говорит про неудачи У Усоцкого есть очень старая песня Про это Он предвидел это Сорок лет и написал Наши предки Горькую нашу слюну Утечку энергии в штатах И горькую нашу слюну Утечку энергии в штатах И горькую вашу слюну Нашу жизнь не назовешь Нашу жизнь не назовешь ты скучной И вот так вот События так развиваются Продолжают Ничего не изменилось У меня просили спеть песню Которая называется Дом хрустальный Дом хрустальный Как царь морской Крикни только мне Лови блесну Мир подводный И надводный слой Не задумаясь Выблесну Дом хрустальный На горе Для нее Сам как пес Быть так и рос В цепи Родники мои Серебряные Золотые мои Розцы Родники мои Серебряные Золотые мои Розцы Если беден я Как пес один И в дам моем Шаром Кади Ведь поможешь Ты мне Господи Не позволишь Жизнь Неском Кати Дом хрустальный На горе Для нее Сам как пес Быть так и Роз В цепи Родники Родники мои Родники мои Серебряные Не сравнил бы я Любую с тобой Хоть казни меня Расстреливай Посмотри как я Любуюсь тобой Как Мадонной пропелевой, дом хрустальный, на горе для нее сам как белос быт, так и роз в цепи, родники мои серебряные, золотые мои розы, родники мои серебряные, золотые мои розы. Вот, если вы не устали, то можно я попью водительский, хорошо? Извините, ради бога, поют даже вузыску, и те, кто сейчас поют, у них там набор по 10, по 20 песен, а в принципе тысячу песен, ну у меня 600 их может наберется. Все 600 поют. Сегодня? Ну замечательно. Ну если вы готовы, да, можно, почему нет? Просто я поначалу понял, что вы и так это самое, устаете так. Кто такой пришел, что он тут поет вообще? Ну, песня, знаете, почему хороша? Потому что она хороша всегда. Восоцкий не свои стихи тоже пел иногда. В данном случае в театре иногда пел в спектаклях или давали ему другие, но эта песня подошла больше всего. Ни славы и ни коровы, ни тяжкой короны земной, Пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу, ни любви ворованной, ни милости на тенё. Пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок, Чтоб было с кем позоваться. Паука, отца, через степь для сердца, Не для овации на два голоса спеть. И пусть мой напарник певчий, Забыв, что мы сила вдвоём, Меня, поплетнев от соперничества, Зарежет за общим столом. Прости его, он до гроба Одиночеством окружён. Пошли ему Бог второго, Такого, как я и он. Пошли ему Бог второго, Такого, как я и он. Вот. Я сам продолжу. Я вас сейчас просто сильно-сильно утомлю. Дело в том, что есть такая песня, Есть такие стихи, неизвестные никому. Но всё-таки написал их в 1975 году И положил в стол, Потому что это было обращение К немецким солдатам, Написанное им с его работой Спектаклями военными. Он так и не решил, Куда девать эти стихи. Вот. Но решил их спрятать, Потому что, в принципе, в то время Эти песни петь он не стал. Но одну из них я вас пою. Песня обращения к немецким солдатам. Песня обращения к немецким солдатам. Расстревожили В локоле старые злобы Близорука. Всклинуло оно на восток, Вот поднялся шатун И пошёл тяжело, Как положено зверю. Свереп и жесток, Так подняли вас В новый крестовый поход. И крестов Намалённых вдоволь, Что вам надо в стране, Где никто вас не ждёт, Что ответите Угнущим вдовам? Так послушай, солдат, Не ходи убивать, Будешь кровью богат, Будешь локти гусать За развалины школу, За сиротский приют, Вам осиновый колу Меж лопаток вобьют. Будет в школах пять лет, Не табор старина. Ты отсутствовал долго, Прибавил спиртей, А твоя в те годы Молодая жена Не рожала детей. А твоя в те годы Молодая жена Не рожала детей. Неизвестно, Получишь ли рыцарский крест, Но другой На могилу под Волгой готов. Бог не выдаст, Свиньё-то, быть может, И съест. Раз крестовый поход, Значит, много крестов, Только ваших Подобья растворенных шалу Всё враньё, Вы пришли без эмоций, Крок Господень не здесь. Он лежит, где лежал, И креста на вас нет. Хрестоносцы И хотели миновало Немало веков, Видно, не убывало У вас дураков. Вас прогонят, пленят, Но если убьют, Неуютным солдат Будет вечный приют, Будет в школах пять лет. Ни топор, старина, Ты отсутствовал долго, Прибавил смертей, А твоя в те годы Молодая жена Не рожала детей. А твоя в те годы Молодая жена Не рожала детей. Зря колоськи и травы Вы топчете тут, Скоро кто-то из вас Станет чахлым кустом. Ваши сбитые на спих кресты Прорастут, И настанет покой. Только слишком потом Мы ушли от друзей, От семьи, от невест. Не запищи птенцам Желторотым И не нужен Железный оплавливый крест. Будет будущим вашим Сиротам Позвращайся ж назад. Чей-то сын и отец Убиенный солдат Это просто мертвец. Если выживешь Тысячем свежих могил, Как потом объяснишь, Для сего приходил У детшколы пять лет Ни топор, ни топор, ни топор. Старина Ты отсутствовал долго Прибавил смерти, а твоя В те годы молодая жена Не рожала детей А твоя в те годы Молодая жена Не рожала детей Не рожала детей Вот это неизвестная песня Высоцкого. Спасибо. Очень хотелось вам Сегодня это показать, Потому что 36 лет прошло С тех пор, как его нет, А некоторые песни До сих пор всплываются. Так что, я думаю, Надутся еще Какие-то новые песни. Ведь архив Высоцкого еще не открыт. А там существует, наверное, Еще больше. Я вам честно скажу, Я написал на стихи Высоцкого Неизвестный Более 60 песен Музыки Включая вот эту Это были стихи Музыку писал я сам И такие вот Как бы Песни Они В ходу И они скоро будут Надеюсь, они скоро будут Потому что, в принципе, Эти песни Тоже Высоцкого Он просто не допел И как бы в своей песне он сказал И допеть не успел Вот Поэтому я хотел с Вами сегодня На хорошей ноте, да? Или Вы прощаться не хотите со мной? Нет, да? Хорошо Все хорошо Значит, тогда я пойду сам танцевать, хорошо? Как ныне Сбирается вещель Счета припевать на ворота Как вдруг подбегает К нему человек И души пеляет чего-то Эх, князь, говорит Ни с того, ни с сего Но примешь ты смерть от коня Своего Ты только собрался Идти он на вы Отмущать неразумным хазарам Как вдруг набежали Седые волхвы К тому же Рося перекаром И ну, говорит Ни с того, ни с сего Что примет князь Смерть от коня Своего Да кто такие Откуда взялись Дружина взялась За нагайки Напился старик Так поди похмелись И нечего Рассказывать байки И говорит Ни с того, ни с сего Что примешь Мол, смерть от коня Своего Ну, в общем, они Не сносили голову Шутить не могите С князьями, правильно? И долг дружина Топтала волхву Своими гнидыми конями И ж говорят Тут ни с того, ни с сего Что примет Князь смерть От коня Своего А вещи Олег Свою линию гнул Да и так, что Никто и не пикнул Лишь только Однажды Волхво Вспомянул И то Саркастических Мыкнул Ну, надо ж Болтать Ни с того, ни с сего Что примет Он смерть От коня Своего А вон он Мой конь Навсегда Почел Один только Череп остался Олег Приспокойно Стопу возложит И тут же Наверное Скачался Злая Катюка Кусила его И принял он Смерть От коня Своего Каждый Волхвов Покарать Норовец А нет Бы Послушаться Правда Олег Послушал Еще Один Щин Прибил Буквратам Царя Фрода Волхвы Сказали С того И сего Что примет Он смерть От коня Своего И принял Он смерть От коня Своего Вот такая Смешная песня Про правду Про то Как это бывает Волхвами Знаете Так Вот Поскольку у вас Нет Сейчас Таких вот Желаний Сильных То я вас пою Просто одну песню И должен Прощаться с вами Хорошо Охот на волков Знаете Почему Охот на волков Я убираю Потому что Охот на волков Актуальная песня В смысле Вообще Всегда была И люди Которые Мне всегда подходят Или говорят И Высоцкому Также говорили Даже Хрущев Говорил что Про меня Какие К черту волки Ну Хрущев Уже Понятно А вот мы С вами Простые люди Тоже Имеем Такое же Окружение Как общество Пусть есть сил И сил сухожили Но сегодня Опять Как вчера Обложили меня Обложили Конят И весело На номерах И заели Хлопочут У стволки Там охотники Прячутся В тень На снегу Куркают Заволки Превратившись В живую Мишень Идет охота На волков Идет охота На зерых Хищников Матерых И щенков Кричат Загонящие И лают Псы Торвоты Кровь Куркают 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 Луч Куркают Куркают Я теперь позволь попрощаться с вами. Всего вам доброго, спасибо огромное, что пришли, что были здесь. Я вам очень благодарен сразу. Правда. День памяти Руссов. Собрались у Капитуля, новостями поделиться и выпить малый стелку гульвет. Не вести с бессерты резами, Марк Патрици не мытарился. Бил нектар большими дозами и ужасно нанектарился. И по древней подколонную он из торг и звук проклятия. Ох, с почтенную Матроною, разойдусь я скоро, братья. Она спуталась с поэтами, помешалась на театрах, так и шастыть с билетами. На приезжих гладиаторах я кричит от бескультурья. Скоро стану истеричкою. В общем, злоб стоит, как фурия. Поощряемый сестричкою, так и цыкуй ты шикаю. Ой, налить снова мне двойных, Не ж рабы в лицо хищикою. На войну мне ты нет. Выпив политру, Некий художник отбел. Встретил чужую палитру И посторонний мольбер. Дел теперь за немногим Над натурой живой. Глядь симпатичный, но он с гордой идут к лаворе. Он подбегает к Венере. Знаешь ли ты, говоря, Там ты к своей олегере За простышастые двадцать? А то с тобой нам не надо, Холодно в царстве теней. Кричь меня, Леонардо, Так раздевайся скорее. Я тебе даже нахую Действий мне оскорблю. Ну дай, я тебя нарисую Или из глины слеплю. Но отвечала сестричка, Как же во мне, ай-яй-яй, Честная я католитичка. Одну секунду сейчас. Когда вода всемирного потопа Вернулась вновь к границе берегов Из беды уходящего потока На сушу тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока, А срока было сорок сороков. И чудаки еще такие есть Вдыхают полной грудью эту смесь И ни наград не ждут, ни наказание И, думая, что дышат просто так, Они внезапно попадают в такт Такого же неровного дыхания. Я только чувствую, словно кораблю Долго оставаться на плаву Прежде чем узнать, что я люблю То же, что дышу или живу И много будет странствий и скитаний Страна любви, великая страна Из рыцарей своих для испытаний Все строже станет спрашивать она Потребует разлук и расстояний Лишит покоя, отдыха и сна Но вспять безумцев не поворотить Они уже согласны заплатить Любой ценой и жизнью рискнули Чтобы не дать порвать Чтоб сохранить волшебную невидимую нить Которую между ними протянуть Свежий ветер и избранных в денью Снов сбивал из мертвых воскрешал Потому что если не любил Значит и не жив И не дышал Но многих захлебнувшихся любовью Не докричишься, сколько ни зови Им счет ведут молва и пустословие И этот счет замешан на крови А мы поставим свечи в изголовье Погибших от невиданной любви Их голосам дано сливаться в тарт И душам их дано Бродить в цветах и вечностью дышать Подно дыханье И встретиться со вздохом на устах На хрупких переправах и мостах На узких перекрестках миростанье Я в полях влюбленный пастью Пусть поют во сне и наяву Я дышу И значит я люблю Я люблю И значит я живу Это говорит о том, что любовь все-таки в наши дни Стоит того, чтобы любить И память Владимира Семеновича Высоцкого Я хочу Просто дело в том, что меня просили и говорили, что Мы с вами не так сейчас вот как бы еще И не познакомились почти, что вот Человек крикнул, говорит, что вы не представились Дело в том, что я не представился Потому что думал, что мы как бы заочно знакомы Вот Но дело не в этом Дело в том, что Дело в том, что Я сегодня хотел показать несколько песен Которые вы, наверное, никогда не слышали Но этот день обязательно должен быть ими отмечен Так или иначе Вот Я бодрствую Но вещий сон мне снится Пилю ли пил Надеюсь, что усну Не привыкать Глотать мне горькую слюну Организации, инстанции и лица Мне объявили явную войну За то, что я нарушил тишину За то, что я хриплю на всю страну За тем, чтоб доказать Я в колесе не спится За то, что мне не имется За то, что мне не спится За то, что передача за граница Передает плотную старину Считая своим долгом извиниться Мол, сами без согласия Ну и ну За что еще Быть может за жену Чтоб он не мог на нашей подданной жениться Что, мол, прямо лезу в кап страну За то, что не хочу идти ко дну Что песню написал И не одну Про то, как мы когда-то били фрица Про то, как рядовой надзот валится А сам ни сном, ни духом про войну Кричат, что я у них украл луну И что-нибудь еще украсть не примену И не пылица догоняет Не пылицу Не спится мне Ах, как же мне не спится Нет, не собьюсь Я руку протяну И завещание крестом перечеркну И сам не позабуду О синице И песню напишу И не одну Из песни я кого-то прокляну Но в пояс не забуду Поглониться Всем тем, кто написал Чтоб я не смел Ложиться Пусть чаша горькая Я их не обману Не спится мне Ах, как же мне Не спится Это вот памяти Высоцкого Он сам написал стихи эти Но он не положил их на музыку Потому что не успел написать Все песни, которые написал Спеть все песни Вот Ну я вам предлагаю В общем, я хочу Чтобы вы сейчас немножечко Расслабились, что ли Начали смотреть на мир Более Спокойным взглядом Потому что песня О разбойничьей любви Вот Выходи Я тебе посвящу Сиренаду Кто еще Сиренаду тебе Посвящи Сиренаду тебе Упаду Ежли Муза меня Посидит Я пока И что Шутю И шалю Я пока На себя Не похож Я обиду Терплю Но тогда Я вспылю Ох Я дров Нарублю Я себя Погублю Но тебя Украду ПЕСНЯ 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 Умоляю вас, вскачь не лететь Да что-то кони мне попались Приридливые, коль дожить не успел Так хотя бы допеть Я коней напою, я куплет опою Жать мгновенье еще постою на краю Такие сложные песни я поэту в детстве Стараюсь запомнить детство изначально Наверное, их так и вообще, но право в большинстве колеса Ну и они остались в душе и в памяти, как бы А потом в течение жизни все это разрывается Я так считаю, что что у нас вошло в том возрасте Случилось то, что оно и связано потом В дальнейшем, что это любого человека С тем, что это будет Но у меня так получилось пока В 13-е лет, а основательная песня у Васоцкого И концерты, которые достаточно возможно исполнять сейчас Я снимаю 16 лет В 16 лет я пою в виде исполнитель песни Васоцкого Они-то немножко не так даже называются Я бы даже не назвал, как это называются Просто вот я пою эти песни Даже не знаю, сколько такого нет Ища постоянно Вот подходящее слово Ища для песни Васоцкого в этом теперешнем В 21 веке, в 15-м году, в 50-м году, в 8-м году В соответствии подходящее звучание И то, что сейчас живой голос, живые песни Могут сказать люди Вот что важно А почему у меня этот человек в душу запал В детстве и не начали Ну тогда-то это было про всех, кто тогда занимался Кассеты Высоцкого Это были пацаны В моем возрасте чуть старше Которые бегали Эти кассеты только долго переписывали Постоянно он так существовал И невозможно было не начаться интересу Просто потому, что были новые песни, появлялись А ты слышал такую песню? Нет, не слышал Но я к тебе сегодня приду, принесу Вот такие вот обмены, наверное, происходили И это рождало не просто интерес А по тем временам, что ли Сейчас такого-то не будет, как все разрешено Можно в интернете найти, все что-то другое А я тогда же интернет был вот такой видом И мы, когда эти песни находили Это интерес У кого-то становился интересным коллекционерам Были такие люди У многих это становилось интересным Пробовать что-то делать в жизни Я вообще считаю, что песни Высоцкого Изменили многих жизнь, когда Типа время еще Пока еще оставалось в Советских Союзах Такого года Просто дело в том, что В это время И даже тогда Пытались люди заняться творчеством Очень все Творчеством А это, я считаю, дело положительное Для нашей жизни Вообще Вот у него очень сложные тексты И такие со смыслом В какой момент у него сознание возможно Смысл этих текстов? Смысл текстов? Ну Тексты Значит По смысловому содержанию Обычно Доходят Очень долго До любви И первичное Восприятие Песни целиком Типа Типа Оно Очаровывает сначала просто А потом Постепенно В течение Количества времени Ты Как человек Начинаешь Осмыслить каждую строчку Потому что, наверное, так живет Подходит к этой вот Ситуации В твоей жизни Или встретишь что-то Рядом такое Что С чем можно сравнить Эти тексты Да? Начинаешь миксы Я просто пример приведу Сейчас ему на интернет Ко мне подходит Просит меня на концерте Спеть Ну так Бывает Люди, которые Свои песни любят 17-летний пациент Просит меня спеть Тот, который не стрелял А Мне жуткую любовь Почему именно эту песню Пациент Выполнил Он лет 17-летний А потом Когда я ему пою То Во время исполнения Я понимаю Что Он в нем нашел Как трудно Вообще В жизни Эти человек Который Не выполнит приказы Сделать то Ради чего То есть Не нарушит чего-то А совершит Совсем другое То есть Очень сильный поступок Вообще И этот пациент Значит В жизни Нету Поэтому Вот Не зря И звучат эти песни До сих пор Я не вижу Конца Тому Что я мог успеть Еще и сделать Потому что Я принимаю Из Неизвестных Песен Огромное количество Песен Которые Не пою Которые Не знают Это были стихи И зарисовки Которые остались Усоцкого На диктофон Остались В черновиках Некоторые Доходят в западе Потому что На западе Больше вышло Там есть записки В Америке Записанные книжки Усоцкого Черновика Представляете Я оттуда Тексты у них Как знакомы Из интернет Естественно Беру И делаю из них Песни И исполняю их Как новые В таком случае Как бы Усоцкий Не писал Музыки Извините Что я так долго Дело в том Случайно Попал На эту тему А тема Она простая Когда Меня спрашивают Потом Какой же Разве Когда Высоцкий Написал Музыки И не стал Или оставил В стихах Есть такие вещи Которые Оставил в стихах И читал сам Гамут он читал сам И это конечно Петь Хотя я тоже Сделал Для Меоритмического Основного Так проще Вот Есть Значит Песни Которые А как Можно написать Музыку на это стихотворение И смотрят На текст Текст Высоцкий очень странно Что написал Хочу открыть маленький сфер Он писал Уже В голове Рекомензуя Потому что Его строчка Не является прямой Она является Абсолютно странной И кривой Обычно Рекоменцы Так как необычно И пишутся какие-то Дополнительные Эпитеты Или Пробелы Где понятно Что Как мысль идет И как идет Примерно звучит Ну тогда Примерно Простраиваешь Как можно Здесь Музыку Потому что Никакая Скажем Привычная Нам музыка Хотя Не подходит Так Я написал Некоторые песни В течение Скажем Года Давно Песня Работает Так Потому что Сложно найти Рисунок К тому Что он задуман А есть какая-то любимая композиция? Ой, ребята Композиции Любимые Но я могу повторить Только то же самое Высовский всегда говорил Они все любимые Любимые И еще Вот что В чем дело Любимые Бывает На определенный момент Связана она с тем Либо с теми людьми С которыми вы встречались В этот момент Потому что я не сиди Поехали Или Я сам нахожусь В таком настроении Состоянии Которое Наиболее Потому что Высовский Когда Ему отказали В песне В фильме Поставить Песню Он В этот же день Влетает В зал Буквально Влетает Выбегает Микрофон Выпаливает Пожар над стороной А после этого Отдышавшись Говорит Здравствуйте Я тут вместо Зиньки Микарковича И еще Хочу сказать вам Что эту песню Закрыли В фильме Ну пожаловаться Но дело не в этом Он сказал людям Заодно Выразил свое отношение И Ну и заодно Песня Получается Лучше Мне так Думалось Она становится Живой А национально Работает Ну я не могу объяснить Это Своя Какая Внутренняя работа Такие вещи Небли А как это творчество Заменяло именно Вашу жизнь? Вот чем вы может быть В этом день занимаетесь И было бы это лучше Чем вы занимаетесь сейчас? Ну я актер в профессии Закончил театроген институт И занимался театром И любил заниматься Самой кухней театром Школы Станиславской Разборами Заниматься тем Что происходит На сцене Когда человеческое действие Перенесено То есть фактически Это не живой как бы Но нам Внесет в вашу жизнь То же самое Что и в песне В общем не отличается Ничем Только в этот момент Там участвует много народу И нам нужно как бы Создать ансамбль На этом есть режиссер Есть все Я прошел Школу От начала до конца И наверное занимался бы Этим всю жизнь И если бы Не то что я обнаружил В результате Уникальный Вдруг внезапно Позвучавший Про мне такой Ответ Но ведь Высоцкий И есть Сам у себя театр Он так Жил И так работал Что он создал Театр Высоцкого Внутри себя Его песня является Отдельный спектакль Сейчас Мы с вами слышим Зачастую Потому что и зрители Родируют соответственно Они служат Завязку Происходили Событий Всех Там персонажей И Завязку И часто Высоцкий выступает В своих песнях Как Сторонний Накуда Досказитель Типа Раз я взялся Могу Досказать До конца Я вам сейчас Доскажу И идет Удивительная речь Те Те Которые Раньше Не использовали И заставить Сосновцы Могу Устан Зачастую А как вообще люди любят, знакомые будут с такой мурашки? Ну, вообще, я раньше как-то старался эту тему зоминать, говоря о том, что давайте не будем с собой это говорить, потому что я сам не хотел объяснять ничего в этой сфере. Но однажды у меня бывает такое в жизни. Один человек очень серьезный, для него прямо в глаза заставил сказать, скажите мне, пожалуйста, столько людей, которые хотят заполнять песни Высоцкого. Пожалуйста, знаете все. Я, правда, мы это знаем. И те, кто поет, и те, которые хотят петь. И молодые сейчас очень многие поют. И так смотрит мне в глаза. Скажите, неужели нельзя заполнить песню Высоцкого вообще другим голосом? Я задумал, что сказать, не сказать. Равно. Он посмотрел на нас. Спокойно, говорит, знаете. Честно, не взял. Другим голосом. Ну никак. Не получится. Это поэтому Высоцкий, возможно, сказал, что мои песни не... Он не говорил, что я запрещаю. Все в интернете сейчас пишут. Вот Высоцкий запрещал петь свои песни. Вот он запретил всем, а сейчас все поют, мол, и так далее, все ругают. Страшно. Знаете, такие пишут страшные вещи. Вот. Любой исполнитель, даже молодой, который появляется, они там что-то не напишут. Понимаете? Какой-то, мол, и перечислить всех его образов. Ну, и седьмого коляда. Вот. На самом деле я приветствую исполнение песни, попыток исполнения песни по другой причине. Потому что мне кажется, что это осмысление, это работа, и любому человеку это важно. А сам Досовский говорил это по другой причине. Он говорит о своей причине. Ребят, может, это не надо, потому что у Вас свои данные, у Вас свои возможности. Не платите свою жизнь, вот что он хотел сказать. Делайте то, что Вам хочется данных. Ты актер, занимайся актерством. Ты киношник, занимайся кино. Ты, допустим, снимаешь сериалы, снимайся сериалы. Я не понял Досовского. Ну, это не идея, не потому что это. Это не камень в руководке, а стоит. Но я скажу проще. Можно еще проще сказать. Вы не сможете посвятить всю свою жизнь этому делу. Вот что я хотел сказать. Раз не сможете, значит не перейдите. Так раньше говорили древние учителя всех учений. Они подолгу очень искали ученика, который сможет воспринять их учения. Правда так было. И они не верили, они могли за всю свою жизнь не найти такого человека. Иисусский не полагался на это учение и не считал, что надо искать кого-то, кто будет петь его здесь. Он был уверен, что так и останется. Он постарался максимально их спеть, сколько угодно. Последняя была попытка в Шемекинской студии, где он попробовал записать все написанные, сделанные песни так, чтобы они остались. И по этой же причине. Но мне, по крайней мере я так стараюсь полагать и в них без этого не обойтись, если я сам это не верю, то никто не поверит за меня, что я в это вкладываю все, что у меня есть в жизни. Все, что было, это все, что было. У меня большая семья, шестеро детей и жена. И я прожил это всю жизнь вокруг. Они, блядь, я прожил это всю жизнь в окружении, естественно, в песнях Патриотов Высоцкого. Не в виде поклонения как раз, а в виде, что ли, постижения. Я как раз не фетишист, я не развешиваю дома. У меня нет на стенках все, чтобы было обвешено только фотографиями. Я наоборот, скорее интересуюсь песенами, внутренним сдержанием, звучанием постоянным. Ну и зачастую мне говорят, что вы, мол, сейчас поедете по-другому, а это время поменяется. И сам Голосовский сказал, что время, меняя свое течение, меняет людей, меняет восприятие, песен меняет их звучание. И если бы он дожил до этого времени, он пел совсем по-другому. Ну, он бы не пел один, я говорю, одну песню, он все время смеялся. Как удобно поперным артистам или артистам, которые поют по-моему. Он говорит, просто вышел, ты знаешь, про титуру, звучал оркестр, ты спел, по-моему, всю. Но такие песни ничего не смеются. Так же самое происходит и на следующем концерте, и так можно продолжать 20-30 лет. А он был человек театр, поэтому он хотел, чтобы находящиеся каждый новый день зрители в зале воспринимали эту песню в шерпусе, чтобы она не было мило. Так что надо обязательно этих людей коснуться, а не тех, которые будут в шерпусе. Ну и вот в этом и дело, потому что песни меняются. Я сейчас спою не так. Немногие песни не похожи. Это насчет голоса. Единственное, что можно им, вот они сейчас говорят мне зачастую, как набораются, чтобы вообще-то похожим делать. Я им говорю только на это единство. Ребята, мне просто нужно, чтобы эта песня звучала правильно. Нужно. А для этого нужно вот это, это и это. Ну и все. На этом как бы объяснение заканчиваем. Вот такие вот истории. А историй было много. Смешно. Ну с песнями. С песнями. Ну это, я думаю, это не для... Я рассказывать могу очень долго, потому что, правда, каждая песня целая жизнь. Серьезно? Да. Потому что, например, это просто без камеры. Песню берешь... А поскольку не все знали записи Высоцкого, не все эти тексты знали, я... Нахожу интересный текст. Вдох в работу. Пишу. Вот. Потом оказывается, что Высоцкий эта песня уже первая. И самое смешное, что она тебе так близко так... бывает. Подходит. Но я уже не могу, и я исполняю ее так, как я сам написал. Это потом про Лев все твои. Вот Лев, мол, Высоцкий сломал, переделал все. Все песни, естественно, все построил. Но Лев же к нему своим голосом может приспеть так же, как Высоцкий. Правильно. Там... Если уж он поет своим манерам. Когда я послушал первый раз. Серьезно. «Был развеселый розовый восход». Такая песня, в принципе, и Высоцкий звучит так... Трагически величная. И такая она интересная по случайному. Достаточно плавная. И вдруг Лев со своей писаной говорит. «Развеселый розовый восход». Думаю, ну, наверное, вот можно и так, почему нет. Попробовать можно. Да. Он так слышит, он так чувствует. Ну, он еще при этом. Я же вижу, что он не вред. В этом и интересно. Вообще все песни. Когда человек любует, не врет, а поет. Честно. И споем? Это хорошая работа. Ребятам просто записать, чтобы... Что-то было. Что-то спит. Ну, еще песен было вообще. Ну, очень. Песен, я не знаю, как там, что там, у судьбе. Ну, здесь просто... Я даже не знаю, что он спит. Что уж песен много. Вот песня, например, мало известна, но, представляете себе, он уже спел один раз для фильмов, которые и фильм даже не сняли. Фильм должен был называться «Человек, которого не знал никто». Фильм не сняли. Он написал песню «Поезда». Дело в том, что в одном городе я обнаружил фотографию камня, на котором написано «Мои поезда не вернулся в пустыне, пока мы оази совсем не зачат». Я так удивился, но кто-то знает, какую песню значит. Она в единственном экземпляре существует. «Поезда» Забыл, остыл. В душе это ветер. Не встречу с друзьями, Не праздничный стол. Сегодня я сам, Самый главный диспетчер И стрелки сегодня. Я сам берем. Сегодня я сам, Самый главный диспетчер И стрелки сегодня. Я сам берем. И пусть Направляю составы в пустыне, Где только ворожали в горячих лучах, Мои поезда не вернутся в пустыне, Пока мой адрес еще не зачат. Свою я объеду, И даже с верх ногами стою, Вспоминую, Живую, Сложу, Как мимо меня. Проносились В отход мы И реки с постами, Которые жжет. И пусть Отправляю составы в пустыне, Где только ворожали в горячих лучах, Мои поезда не вернутся в пустыне, Пока мой адрес еще не зачат. На любезне понесутся по миру, Я рот не ломаю, На взрыв не кричу, А вы мне навяжут Ища пакажеров, Сажаю в свой поезд, Кого захочу. И так, Я отправился в старых пустыне, Где только ворожали в горячих лучах, Мои поезда не вернутся в пустыне, Пока мой адрес еще не зачат. Растели ты, Километры и годы, Мой первый соскан Возвратился назад. Он мне не привез Драгоценной породы, Но он возвратился. Не верься гудя, Давай постоим, Немного остынем. И так, расскажу, Ты не встретил реки, Я сам не поехал В скобы пустыне, И вот мой адрес Других виски Запомню, Оскавлю. В души этот вечер Не встречусь, Любимой, Ни праздничный стол. Сегодня я сам, Самый главный диспетчер. И стрелки сегодня Я сам переверну. Ну, это тема, Тема любви, А там пока все Виски, Что с крылки я сам переверну. Ну, не за что, Это моя жизнь. Не все, да? Не все. То есть, а молодежь как это занимает? А что это? Кого? Молодежь как это занимает? Ну, мне отчасти повезло, Потому что дело в том, Что я не знаю, По какой пересине Может быть это Не знаю, К чему это отнести, Но меня перестали ругать Уже лет 6-7 назад Совсем По-хорошему. Иногда бывает такое, Что я могу сказать, Резкое там типа. Ну, это человек какой-нибудь Неожиданный и просто внезапный. Как вот бывает Неожиданно тягший ветер. А так, в принципе, В основном молодежь, Именно молодежь, Сейчас понимать, Это нормально. Они с таким большим интересом. Я не знаю, Развелось новое поколение, Которое примерно, Я не скажу, От 17-ти до 23-х Такой промежуток лет. Они являются большими любителями Песен. И среди них очень много людей, Которые хотят петь тоже. Просто, Чтобы тексты были, Чтобы помнили. А еще любят слушать вживую Исполнителей, Которые, Ну, как они мне пишут, Которые хорошо поют. И поэтому они выбирают В данном случае Ко мне обращаюсь, Ищут кому-то. Потому что Тех исполнителей, Которые поют Высоцку в частности. Это надо писать особую книгу. Это особая статья. Вот. Я думаю, Пойдет время И когда-нибудь Про этих людей, Которые после Высоцки Пели Высоцку, То, Знаете, Пушкин, Потом Круг Кушкин. Круг Высоцка. Получилось. Ну, типа того, Я просто почему говорю, Потому что неизбежное время Заставляет Менять отношения. Даже Вот Джигурда, например, Издевались, Издевались Одним последние, Сколько-то лет. А я смотрю, Паутит ли все-таки. Издеваться перестали. Потому что Было время одно, А потом наступает другое. Он вначале очень неплохо делал. Полностью. Один в один вообще. Постарался. У него было такое стремление. Повторить Засоцкого Один в один. Он записал в 2001 году. Катушку. Которую На Ваганькове Мне говорили ребята. Никто не мог отличить. Выпустил. С песнями Неизвестными. Но потом Я не знаю, что с ним стало. Он поездил по стране. Двенадцатые были, конечно. Не очень-таки Подходящие годы Для развития. Наверное, Был трудно. Это полагает. Какой вопрос еще? А скажите, вот Молодежь, да. Они, может быть, Как-то по-другому Понимают вообще Песни Бесловского. Может, Какая-то другая Интерпретация идет сейчас? Ну, как я рассказывал, да. Идет Немножко Интерпретации. Они Текстов меньше Из таких Мастодонтов, Которые Все тексты Мало осталось. Знают они, допустим, Выборочно Те песни, Которые им нравятся Из-за текстов Именно Смысловых. Они Представляете В наше время Песня Если друг казался Вдруг Считалась Настолько Естественной И обычной Она крутилась везде И все считали Тогда, что Ну, это все особенное Ну, просто как в воздухе Вот Птицы летают Какая-то песня Случай Ничего особенного А для них Вот они Ко мне подходят Знаете, песня Если друг казался Вдруг Очень важна Для нас Это я говорю От их имени Своего Вот Гораз Таким Там 18-19 лет Потому что В ней Написано То Что бы нам Хотелось Что бы нам Думалось Чувствовалось Потому что Такой друг Нам нужен А таких друзей Мы поблизости Не видим Ну, не пытаясь Так сказать Представить Ну, на что я им говорю Что, ну, ребята Любите музыку Любите песни Любите тексты А остальное Уже как-то сложится Потому что Тут Тут Нет Я очень рад За них, кстати Что они такие тексты любят Потому что Потому что Я сам же люблю И эту песню, кстати Поешься с удовольствием Ну, их же много Поэтому Выбирать не приходится Нужно петь любую На скидку Сейчас спел песню Там Сразу прям Программы Там есть Все там есть Как спектакль А скажите Как часто Вообще у вас бывают Концерты И где вы вообще успели побывать? Я побывал От Красноярска Даже дальше Красноярского края Минусинска До Крома Ура Вообще Я родом из Олимпурга Поэтому я На родину Заезжаю Вот Ну, поскольку Там были знакомые Мои Которые работали В театре Обычно Ездишь там Где люди тебя знают И приглашают Поскольку сейчас Время шоу-бизнеса Я к нему не принадлежу Я не являюсь шоу-бизнесменом В плане того Что Что у них называется ЧОСВИ Что в такой программе Не участвует Вот Я занимаюсь Нечто другим И это Требует Требует Более Тонкого Подхода Что Более Серьезного Такого Зрителя Того Зрителя Когда мне звонят Или говорят Или пишут в интернете Они могли бы приехать Вот Я приезжаю По приглашению Но условия всегда одно Чтобы на афише Было Оговорено Что это Высоцкий И что Ну грубо так Можно Приглашаются Те Кто любит Высоцкую Ну в скобочках Потому что Просто так С улицы Могут прийти те Кто и хотят послушать Естественно Не надо выгонять Пускай они служат Это дело Ну вот Конценты Такого плана Они Достаточно Редко Но и достаточно Горячо Скажем Это люди А Высоцкий считал Что Людмила В его Работе Вот В таких вот вариантах Ездил я Много За 16 лет Я Ну Россию Я поездил Хорошо А вот Вы сказали Что Вы сам Сочиняете То есть Как-то Вы Выпускаете свои Как-то Сольные проекты То есть Это все идет совместно С песнями Высоцкого Или Как-то делится Ну Вы знаете Я На концертах Когда просят Люди Люди Когда очень заинтересованы Хотят Они Очень Обязательно Теперь Такой свободный стал Тогда из зала Не кричали Хотя и раньше кричали Гусорскому Атмосфера возникала В зале дружеской Он говорил Эта дружеская атмосфера Позволяла из зала В этом случае В этом случае Спрашиваешь А что Вы имеете ввиду Ну Вы же пишете Я говорю Я слышал Ну спойте что-то Вот Что-то вот Нам интересно Ну в этом случае Я всегда исполняю Конечно По праздну В концерте Где песня Высоцкого указала А так Так специально не выделял Просто выпустил отдельный диск Своих песен Для того чтобы они не забыли Для себя Ну не один А просто Основные песни Вложил Вот в один диск Который Существовал Какая самая необычная Просьба была У слушателей Из зала Например Необычная Да Самая необычная Просьба Не сталкивался Самая необычная Просьба Наверное Когда один человек Нет Два раза была История смешная Но это связано все-таки С праздником Когда я на 9 мая Пою военные песни Например Это же понятно Что я Простраиваю Стараюсь так Простроить Сколько там Больше сельских людей С медалями И ветеранов Те кто остались Ну и те кто 9 мая Относятся так То я им пою Военные песни В основном Высоцкого Поскольку их много На самом деле Оказалось Хватает на целый Огромный концерт И может продолжать Когда человек Из зала Внезапно Встал И сказал Простите Пожалуйста А можно Спеть песню Считай По нашему Опель Немного Ну пожилой человек Ветеран Просьба показалась Необычной Потому что песни Были серьезные Военные песни Вот Я сказал Ну если в смысле Антиалкогольного Отношения К этому делу То можем Ну такие вот Как бы Моменты Обычно Текут Люди Слушают Если они вошли В это Слушают то что Им предлагают И Редко просят Что-то Из ряду В ум Совсем И не платят песни Я очень рад В этом Поверьте То есть Кроме музыки Вы вообще Ничем Большим занимаетесь Да? То есть Полностью Всю жизнь музыке Посвящаете? Я вырастал детей Вот Я занимался Детьми Это серьезно Просто Огромный кусок жизни Потому что дело в том Что я их не бросал За этим делом Занятием Вот Моя жена И я Мы занимались Воспитанием Вот Не бросая на улицу И Занятия музыкой И стихами Могут захватить нашу жизнь Это На самом деле Так И если ты этим занимаешься По-настоящему Серьезно То это преследует Каждый день Постоянно Вообще неправильно Где угодно И ты конечно Об этом не можешь Не думать Это и во сне бывает И наяву И все А вот еще Скажите Вопрос Вы сказали Знаете Дело в том Что Я настолько был потрясен Первой кассетой Которую послушал Там были А он говорит Скажите что там было На этой кассете Ведущей Там было в желтой жаркой арке Там был кук Почему аборигенов Почему аборигены Съели кукол Там Значит Была песня Про прагуна В длину Вот такие вот Веселые песни Значит С комментариями съели Причем Как ни странно Мне понравились Не только песни Но его комментарии Еще То что он говорил Между песнями Меня совсем попили Внезапно Переходя к песне Говорил А теперь Давайте Поговорим А то он И начинал говорить Вот Наверное Я не знаю что Я же тут сказал Что это связано С человеком театра Скорее всего Наверное Это И меня зацепило круто То что И тексты Говорим Между песнями Ужин Заготовлен Правильно Это скорее всего Человек входит в образ Поток Грубо говоря Так как в театр Входит человек в роль Уже не может выйти Иногда человек Не может выйти совсем Из роли Был войти То есть он Пошел в роль А потом выходит за кулисы И продолжает так же Но я шучу конечно Не в этом смысле А зацепило вот это Сейчас могу сформулировать точнее В целом Скорее Что можно Оказывается Существовать В разных Плоскостях Одновременно Песни это разные Плоскости И между ними Проводить такие Вот еще Интересные Мосты Чтобы Не знаю Чтобы Не только себе Было интересно А что тут На самом деле Тем более Это говорят потом Что Высоцкий повторял Потом Находки часто Повторял Упрекали даже Вот Высоцкий Последние пять лет Постоянно Одно и то же Говорит перед песней Но ведь Перед этим Он много лет Не повторялся Он каждый раз Осталось что-то Изменить Так что Вот Не знаю Обыкли В этот раз Знать Попросы и меня Не постараюсь Но в Герой Вы в первые Да? Второй раз Я второй раз В первые Как Вам публика? Как там публика? Как там публика? Как там публика? Как там публика? Может второй раз А до этого? А я был В общем Так сказать Я Большой программе Две песни Пел в большой программе Поэтому я Даже представиться толку не успел Ну в смысле Как я представился Только спел Пообщался И все Может поэтому Я второй раз попал Потому что Мне кажется Здесь Да и в любом Я ухожу по городу И мне нравится Скажем Були Что же Маша Родная Атмосфера И все равно Родный Советский Союз Поверьте Мне больше Наверное Сказал так Спокойнее Тише Меньше Меньше Ну это так Приходите А в целом Люди Люди живя в таком городе Например Они другие Все равно И с ними разговаривать Как можно начать Хотя Все относительно Был вот я в городе Видном Подмосковье Казалось бы Но ребята собрались Удивительно На концерт Собрались люди Которые Ну там было когда объявлено Вогреб Новосроскоп Поэтому пришли те Кто любит И они Они употрясли тем Что они На этот момент Забыли Что они Почти москвичи Забыли Что они Стали такими Замечательными Детьми В зале Как положено Концерты И слушали И Как бы Воспринимали Песни Я даже Честно говоря Не могу Передать То что Высоцкий Зародил В основании Его лежало То что Приди И создай атмосферу Ты от тебя зависит Конечно Разные бывают Но надо попробовать Хотя Я попал однажды На завод Красный уголок И там Люди Между сменами То есть Отработав одну смену А завтра 23 февраля Это был концерт Руководство для них сделано А 23 февраля Меня пригласили А я же не знал ничего Я как всегда приезжаю А люди усталые Первые смену отработали У них обед И перерыв После обеда Обеденный перерыв Им дали меня Послушать Но они так устали Завтра праздник Все же готовятся Понятно Вот тут я понял Что да конечно В этот момент Надо понять Что они Как они вообще И что им нужно спеть И так далее Я попил Он попил Под конец Они стали теми же самыми Детьми Так веселились Под конец Предложили Либо на работу Мне ходить На вторую смену Либо меня взять Туда к станкам Я говорю Ну там не слышно будет Там вот все гремит Ну так далее Такие вот Сложно вообще Эту атмосферу создавать Очень сложно Ну это самое трудное Наверное Поэтому Глашовский решет Мне кажется Не то Да и Я бы не сказал Что это Всегда удавалось Когда я держу себя Надеждой Что все удается Оно Не всегда все удается Кажется Вернее может мне кажется Так У меня попадало В разные ситуации В разные правды Когда очень сложно Создать атмосферу Создать сложно Например На открытой площадке Праздновать 9 мая И я полностью Полностью Пою весь военный блок А люди Как бы Вот тут Там сзади Страшный 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 Так Ну конечно Тирик Мелкий, правда И вот это Стой по леске, Никиса Замолчат Не, вот базарят Здорово Слушай, а они, по-моему, базарят Когда мимо проходишь А ты чё Реагируешь Точно-точно Классно Ты хорошая Как Меракс Прям Меракс Такой Лучше Ну вот Неп年 Замолч insists Я pellик «День Мол nu Мол Мол Замолчат Мол перед Пробед Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Здорово. Из них казны потом появились. Точно. Что ты на меня будучи? Так, этого мы видели. Этого видели? По-моему, мы все прошли. Торжественно. По кругу идем. Ну, все. Да. Субтитры создавал DimaTorzok